Ес, здорово, ребят, привет! Давайте сегодня поговорим про моды, потому что наверняка некоторые думают Эй, где цензура? Эй, что это за татухи у них? А прически? А откуда мебель? Все вот эти вот странные вина? Так вот, сегодня у нас немного необычный видос получается, потому что мы будем играть обычный день И в это же время я буду рассказывать о модах, которые использую и которые на самом деле очень советую Либо об авторах, к которым советую присмотреться И наверняка первое, что может броситься в глаза тем, кто смотрит прохождение Как ли он продает автомобили, если в Sims нет автомобилей? И я знаю, что разные люди используют разные машины в Sims Но мне нравится только один автор, я пробовал смотреть разных Но только у одного человека получается делать это настолько качественно Без, знаете, лагающих текстур, без каких-то еще дурацких багов Этот человек под ником TylerW в Tumblr На всякий случай, кстати, я так сразу скажу, что я оставлю ссылку в описании к ролику На весь архив с модами Там много битых, много кривого Это из того, что не было ассортировано Из того, что я использовал до того, как начал складывать все по папочкам Потому что я играю в Sims уже 4 года И там накопилось не то, чтобы слишком много модов Но как бы их достаточно В то же время я стараюсь не перебарщивать, как вы видите И я, если смотрите других симмеров тоже Верите, что там довольно выделяются моды, которые используют эти люди Они довольно резкие Они создают очень большой контраст с игрой Я всегда хочу сохранить аутентичность самого Sims Поэтому использую только то, что максимально похоже на игровые предметы И вот раз уже заговорили о Tyler Давайте покажу автомобили Вот, видите, TylerW Cars Можете просто вбить в Google Добавить Sims 4 И скачивать любые из понравившихся автомобилей Я накачал себе вот эти Они будут в архиве в папке Cars Одна из главных черт, которую я не видел практически ни у кого Это то, что эти автомобили очень хорошо приземлены Что ли, я не знаю То есть там есть тень Остальные авторы делают машины так Что автомобиль как будто не стоит на земле Он как будто парит У него какие-то проблемы то с колесами То еще с чем-то Здесь, как вы видите, все очень четенько Все очень красиво Всегда Вот целый список таких автомобилей Единственное но Естественно, на них нельзя ездить Потому что эта функция не предназначена в самом Sims Так что автомобиль используется как декорация Либо вы можете сами додумать, что Все эти бесплатные путешествия между лотами происходят как раз потому, что у вас хороший автомобиль Что еще касается любимых авторов Это два человека, которые вместе делают контент Хари и Феликс Андре Это люди, которые создают тот самый контент, который называется Buffroom Который называется Kitchen Он тоже будет в папке Они так и будут называться Kitchen Pack и Buffroom Вот смотрите, если мы берем моды от других ребят От случайных в интернете То все эти растения выглядят Ну, мне не нравится Смотрите, они из-за того, что они четкие На расстоянии они выглядят просто как куча пикселей Или вот это вот все Согласитесь, это не очень-то похоже на то, что предлагает нам игра Вот какие текстуры у игры Вот как выглядят люди в Sims И они не должны выглядеть реальнее намного Потому что тогда они попадут в эффект зловещей долины Очень советую почитать Это вполне реальные факты Это то, почему нас, например, некоторых пугают куклы И это то, в чем отлично разбираются люди, которые делают Sims Именно поэтому Sims выглядит немного мультяшным Он должен выглядеть таким, чтобы выглядеть приятно И я стараюсь держать моды именно в такой стилистике, чтобы вам тоже было приятнее смотреть Так вот, что касается Феликса, Андре и Гарри Они делают паки, которые помечают вот таким вот зеленым значком То это из набора Kitchen И дает нам вот такие вот зеленые растения Кстати, я одно даже, наверное, сейчас и поставлю Видите, они выглядят очень похоже на то, что дает нам игра Оно не выделяется Все вот эти мелочи Все вот эти стаканы Они не выглядят круглыми Специально, чтобы быть максимально похожими на игровые наборы На вот такой На вот такой Это все игровые предметы, кстати Видите, сковородки В то же время вот это Из набора Buffroom От этих же ребят Видите, оно не выделяется от стола, который родной Шкафа с алкоголем, который тоже родной Вот эта вещь не родная Вот эта вещь родная Они практически не отличаются по качеству И это как раз то, почему я очень люблю этих авторов Игра не выглядит по-другому Ничего из того, что они делают Не выглядит чужеродно То есть я могу просто взять Поставить вот здесь И это не будет выделяться особо Это будет очень хорошо вписываться в наш интерьер Это что касается этих ребят И конкретно их набора Kitchen Набор Buffroom тоже безумно мне нравится Он добавляет нам разные ванны и принадлежности, во-первых Во-вторых, разную мебель в ванной Например, вот такие вот раковины, которые Приделываются к стене Такая широкая ванная И в принципе, очень много вот таких вот стильных Современных штук Здесь разные классные зеркала В то же время можно повесить вот такое большое зеркало Есть маленькое зеркальце для бритья И много подобных классных мелочей Можно воткнуть в какой-нибудь современный дом В апартаменты где-то в небоскребе Это все будет выглядеть как родное И все будет выглядеть просто потрясно Также эти ребята сделали просто потрясающие двери и окна Например, вот эти вот двери, которые вы могли видеть Как раз от Феликса и Гарри И одно из самых прикольных Здесь есть вот такая дверь, которая становится по центру То есть, если у вас две клетки Вы просто выбираете вот эту вот дверь Хотя сейчас в новом дополнении можно ставить любую дверь по центру Но если у вас пиратка и вы еще не обновились То за этим набором никаких проблем у вас не возникнет Есть и эта же самая дверь, сделанная не для двух клеток А для одной клетки Выглядит она вот так И, например, вот здесь она стоит Вот здесь она стоит Окна, о которых я говорил, сделаны так Что вы можете сами задавать длину То есть, смотрите Берете вот это окно Ставите рамку здесь Ставите рамку здесь Берете центр И просто заполняете И точно так же здесь есть двойное зеркало Или как оно там называется С одной стороны у нас стекло С другой стороны у нас зеркало Есть еще вот такой небольшой азиатский наборчик Но насколько я знаю Именно эти авторы Феликс и Гарри Сейчас работают над азиатским паком Я думаю, что он будет выглядеть гораздо лучше Потому что вот это, конечно, здорово У меня был дом построенный Вот примерно в такой стилистике Но он все равно выглядит как дом построенный из модов И отличается по стилю от оригинальной игры Что касается модов геймплейных А не в режиме строительства Как вы видите Темные круги под глазами И много новых настроений Личности То есть тип личности Как, например, Лем У нас случайно получил тип личности мыслитель Саммер получила тип личности победитель Плюс, как вы видите Саммер сейчас в маске для лица Которая позволяет не иметь проблем с кожей Потому как в моде, который я использую Есть прыщи и прочие-прочие другие несовершенства Мод называется Slice of Life Он есть в папке, которую я оставлю в ссылке в описании Но пока давайте отправим всех спать И завтра с утра рассмотрим моды, которые я использую на персонажах Татуировки, волосы, одежда И моих любимых авторов в этих категориях Как-то Лем быстро выспался Поэтому мы продолжаем не утром, а в 2 часа ночи Пока, кстати, Саммер готовит завтрак И одно из главного, что вы могли тоже заметить по ходу прохождения Это то, что отсутствует цензура Просто потому, что она рушит, как по мне, восприятие игры А все равно там ничего такого не происходит У симов анатомия манекенов И это не страшно Хотя, естественно, на всякий случай я не палю лишний раз Это на ютюбе, чтобы ничего не прилетело Но, как по мне, это довольно важный элемент игры И цензуру можно убрать Ничего такого, как мне кажется, в этом нет Давайте посмотрим на то, что я использую в персонажах И первым делом, сразу я думаю, вы заметили то, что Татух было много, когда я выбирал татуировки для персонажей Категория с татухами просто переполнена Но самый мой любимый автор Автор, который закончил с Sims, к моему сожалению Но делал лучше татуировки для всего тела Это Savage Sim Baby Ее набор тоже есть в папке, которую я оставил в описании Они, как правило, довольно объемные на все тело И имеют, скажем так, процесс нанесения в себе То есть вы можете сначала сделать вот так Потом проходит время Ваш персонаж дозабивается Выглядит так и так далее К сожалению, Sims не позволяет иметь две татухи на одной части тела И поэтому многие авторы помещают все просто в грудь Из-за этого случаются не очень классные ситуации Когда, например, вам понравился вот какой-нибудь такой набор И, допустим, какой-нибудь еще набор Видите, они между собой не могут быть выбраны одновременно Поэтому, да, нам приходится выбирать То есть, допустим, сделали вы персонажа полностью забитым Где-то вот здесь Но остались кисти И вы думаете Хочу-ка я еще и кисти подзабить Вот у меня есть забитые кисти Тыкайте сюда Но тот набор слетает Потому что для игры все это находится в категории груди Если кто-нибудь знает, как сделать так, чтобы можно было на одну часть наносить пару татух Вы просто безумно мне поможете, если напишете способ Серьезно Я вот очень ограничен технологией игры И поэтому не могу, к сожалению, делать персонажей ровно такими, как хочется Так что скачиваю по большей части вот такие вот готовые наборы И да, дальше вы увидите в игре, когда будут появляться новые персонажи Те, которые будут забиваться потихоньку, скорее всего, закончат с наборами от Savage Sim Baby Потому что это, во-первых, довольно качественно Довольно разнообразно Есть оттенки для разных цветов кожи Есть вариации, скажем, во времени То есть, когда у вас забито предплечье Целая рука Рука с кистью Вся рука с грудью И так далее, и тому подобное Я не очень люблю цветные татуировки Больше по черно-белым И Savage Sim Baby именно такие и делает Все эти татухи сделаны в черно-белой стилистике Есть как сильное покрытие, так и не сильное Можно забить по мелочи Можно забить довольно плотно Делать вообще практически все, что угодно с персонажем Однозначно просто лучший автор по татухам Очень жалко, что она ушла из этого дела Ладно, я не буду палить все татухи Потому что какие-то из них мы обязательно увидим дальше на персонажах Есть еще набор, который вам, может быть, зайдет, может быть, нет Он выглядит вот с такой иконкой И всегда снизу подписано Видите, тут написано ноги Здесь написано тело целиком То есть full body, есть правая рука, есть левая рука Они все выглядят вот так ЧБ, подпись Единственный их, конечно, минус Очень сильный минус Это почему-то довольно прозрачные татухи Сейчас покажу, что я имею в виду То есть, если мы их выбираем, то они почему-то какие-то коричневые И я раньше, когда не имел еще представления о том, кто такая Savage Sim Baby Ставил вот что-то из этих татух Издалека ощущение такое, как будто персонаж просто чуть более волосатый, чем это нужно для человека Только некоторые татуров хорошо подходят Но, видите, они все равно довольно серые Или я не знаю, как это описать В общем, после Savage Sim Baby мне не очень нравится почти все, что нам предлагают мододелы Ну и почему еще я люблю держаться одного автора Потому что черный тоже бывает разный Если вы посмотрите, вот разные авторы ЧБ рукав, видите, они разные Этот более теплый, этот более холодный Но оно не будет смотреться хорошо Оно не смотрится хорошо вместе Поэтому лучше, конечно, если вы забиваете персонаж татухами Иметь одного автора И еще есть такая маленькая несправедливость О том, что для девушек гораздо больше татух в Sims Прям гораздо больше и они намного лучше Как минимум тот самый рукав, который носит сейчас Summer Недоступен для мужчин Это только женская версия Хотя на самом деле я не очень хорошо понимаю отличия Есть много разных мелочуг Вроде вот такой, недоступный парням Ну и пока давайте уберем эту татуру Чтобы я мог показать, какие хорошие ЧБ рукава доступны для девушек Верите? Они как раз покрывают руку практически в круг Это то, о чем я говорил Там, конечно, есть разрыв Но выглядит это со стороны очень-очень здорово И издалека, вот не могу отдалить Когда-нибудь увидите, что намного лучше, конечно, татуировки сделаны для девушек Они к тому же по текстуре своей Почему-то больше, чем у парней Похоже на то, что предлагает нам игра Это игровые татуировки Вот это, вот это, вот это А, ну и смотрите, какой прикол То, о чем я говорил, что одна зона, одна татуха И иногда мододелы почему-то промахиваются И допустим, вот у нас рукав на правой руке Все четко, хорошо Но кто-то сделал татуировку Которая для игры находится на правой руке Я на ней нажимаю Оп, рука чистая Где татуха? Она здесь, сзади, на шее Все То есть мы заняли шею Но при этом не сможем ничего бить на правой руке Нам нужно искать теперь татуху Которая находится на правой руке Хотя для игры она находится Где-нибудь, допустим На спине или на груди Я не знаю Например, вот эта вот Надпись Находится для игры на спине Но Видите? Оп, она на руке Так что вот Почему-то татухами пренебрегают в Sims Хотя я на самом деле обожаю всю эту тему И Был бы только рад Если бы Какие-нибудь из дополнений в Sims Разрешили нам, наконец Добивать татуировки Друг на друга На одном слое Или что-то в этом духе В общем Поменьше ограничений Побольше выбора А то пока это Одна из самых слабых Сфер в игре Одна из самых слабых Позиций Один из слабых моментов Ну и пока мы здесь Нельзя отпускать шансы Просто давайте добьем Что-нибудь небольшое На левой руке У Summer Касаемо одежды Как вы видите Здесь из родного Только рубашка Эти джинсы Это вот я не знаю кто Какой-то KK Sims Но я сейчас покажу Самый нормальный автор Который больше всех мне нравится Делает хорошие джинсы Зовут его Dart T77 Эти джинсы Лучше всего Сочетаются как раз Одеждой Которую он Делает в целом Даже не только джинсы А например Все вот эти вот наряды Мне очень нравятся его футболки То есть Ну серьезно Посмотрите Или например кофты Они не выделяются из игры Но дают нам гораздо Больше живости Что ли Я не знаю Все вот эти вот куртки Или строгая рубашка Для нашего бизнесмена Может даже вот такая куртка На кофте В общем-то да Вот вам мой любимый автор По одежде Dart T77 Татухи Savage Sim Baby Феликс и Гарри Делают лучшие наборы Для режима строительства И Тайлер Для автомобилей Это люди На страничке Которых я закажу Периодически Чекаю какие-то апдейты И скачиваю Если появляется Что-то новое Естественно Иногда Заложу на Какие-то довольно Общие сайты Вроде Sims Resource Sims Pack И вот это вот все Я не помню честно Их точное название Но я думаю Если вы увлекаетесь модами То понимаете О чем я говорю Да Ну и пока я рассказываю Что-то мне Тоже все больше Хочется немного поменять Что Лима Что Саммер Мы добили Саммер Татуху Давайте сменим У Лима Что-то в одежде Короче я ничего не нашел Сейчас подходящего По стилю Из нестандартного Поэтому возьмем Ту же самую Рубашку Просто другой расцветки Касаемо причесок Здесь у меня нет Любимых авторов Что касается И женских причесок И мужских причесок Единственное Что я стараюсь Избегать Это если вы видели Многие почему-то Это любят Вот такие волосы Но вы видите Они слишком пиксельные Они слишком Нереалистичные И сильно-сильно Выбиваются Из стиля игры Я конечно Взял несколько Таких попробовать Но мне лично кажется Что игре Куда больше подходят Именно вот такие Родные волосы И все прически Которые я качаю Стараюсь держать Именно такими Вот как вот это Например Или здесь Неплохая прическа При этом видите Она не выбивается Из стилистики игры Просто совершенно И ее можно использовать Ничего не будет Резать глаз В то же время Есть все нужные Основные цвета Я не знаю Там Блин Что-то я натыкал И теперь он Весь такого цвета В общем-то Все пришло К вполне логичному Продолжению событий Волосы становятся Все длиннее Борода становится Все гуще Так и будем продолжать Пока не решим Что же мы все-таки Сделаем с его Головой и лицом Всяких дополнительных Кепок Шапок Шарфов Или Той же косметики Я не использую Просто потому что Во-первых Не особо понимаю В аксессуарах Ничего не понимаю В косметике Единственное Что я люблю И добавляю Это разные пирсинг И очки То есть Например Вот эти вот Штучки Асимметричный пирсинг Что на левое ухо На правое ухо Нашему бизнесмену Это конечно Сейчас не надо Но Например очки Вроде вот таких Всегда можно накинуть Мои любимые Вот эти Они выглядят В точности Как в игре Не выделяются И при этом Очень крутые Как мне кажется Не будем их сейчас Лему добавлять Не будем ничего делать Все мы поменяли ему Прическу Поменяли ему рубашку Поменяли бороду И да Я не смог удержаться И добил ему Небольшую свечку на ноге Простите меня Любители чистых тел Но это не самая Заметная татуировка Я думаю Бизнесмен вполне Может иметь такую По поводу обуви Я думаю Это последнее Что мы сегодня затронем У меня тоже нету Любимых авторов Я просто Накачал разного Почти ничего Мне не понравилось Но я Тупанул Ничего не отсортировал И не знаю Что в папке За что отвечает Поэтому Я просто выбираю Самые понравившиеся Здесь Это вот Эти кроссы Я даже не знаю Что это за кроссы Просто мне нравятся Они хорошо сочетаются С джинсами От Дарт 77 Там есть несколько Очень подходящих джинс Это Не джинсы от него Поэтому выглядит не очень Но сами по себе Кроссовки Вот этого конкретно автора Выглядят по моему Очень Очень хорошо Так у девушек У меня гораздо меньше Аксессуаров Так что К сожалению Я даже не смогу Вам толком ничего показать Потому как я Слабо разбираюсь Как минимум Во всей моде И уж тем более В женской моде Поэтому Я считаю Что в принципе Более менее нормально То что дает нам Sims По одежде По косметике Тапками не кидайтесь Очень извините Я не специально такой Но вот что касается Причесок Честно Еще раз Я не знаю Что это за автор Но мне очень сильно нравится Вот этот набор Видите как он выглядит Да Он конечно Из тех волос Которые Как я говорил Не особо мне нравятся То есть Вот это игровые Видите Они довольно Не то чтобы даже Игрушечные Но они такие Чуть более Компьютерные Не знаю Здесь Попытались конечно Сделать под реальность Но мне не особо нравится Хотя Сами по себе Именно прически Как мне кажется Вполне себе здоровские Поэтому Если скачаете папку Найдите вот этот вот набор Я думаю вам понравится Здесь Очень Очень Даже Годные прически И самое главное Что они нормально Работают Потому что Смотрите Иногда происходит Вот такое чудо Оп Так ладно Давайте поскорее найдем Где у нас Старая прическа Саммер Потому что Что-то как-то странно Эту на меня смотрит О Вот Наконец вернули Долго искал Еле нашел Да Давайте вот так И закончим Я рассказал о любимых Авторах Ну и давайте Переменим изменения Потому что мы Малость все-таки Не удержались И поменяли персонажей Ну еще Вы теперь знаете Какие моды Присутствуют в игре Почему Это прохождение Выглядит так Как оно выглядит И в принципе Если кому-то было интересно Какие у меня Любимые авторы По симс И кто-то Считает мое мнение Авторитетом То Вот пожалуйста Все Давайте Завтра увидимся Завтра будут истории Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok